О том, чем живет Украина, расскажем прямо сейчас. В студии работает Дарья Вершеленко. Здравствуйте! И вот коротко о чем пойдет речь в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В регионе введено чрезвычайное положение. Власти Египта также объявили трехдневный траур. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около четырех тысяч крымских татар пришли провести в последний путь в ВИДЖИЕ Кашка. 82-летняя ветеран крымско-татарского движения скончалась накануне во время спецоперации российской ФСБ в оккупированном Крыму. Ее сердце не выдержало, когда ее соотечественников забирали силовики. В оккупированном Крыму попрощались с умершей во время обыска в ФСБ в ВИДЖИЕ Кашка. В последний путь ветерана крымско-татарского национального движения провели более четырех тысяч человек. Она пережила сталинскую депортацию в Узбекистан. С 50-х годов боролась за возвращение своего народа в Крым. Вернуться на родину ВИДЖИЕ помогло заступничество Андрея Сахарова. Кашка до последних дней вела активную социально-политическую жизнь. Ходила на митинги и протестные акции против действий Кремля. Энергия ее жизненная чувствовалась и передавалась всем, с кем она общалась. И, конечно, когда такие символы уходят, нечто большое теряется. Мы квалифицируем это не как просто смерть от инфаркта. Мы квалифицируем это как убийство. ВИДЖИЕ Кашка стало плохо во время обысков, которые в очередной раз проводила российская ФСБ в оккупированном Крыму. Оккупанты безосновательно обвинили ее в вымогательстве в особо крупном размере у гражданина Турции, который, по данным представителей Меджлиса, оказался аферистом. Женщина скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Это ужасное событие. Мы согласны с позицией руководства страны о необходимости наказания нелюдей, убивающих наших граждан в Крыму. Со своей стороны будем отрабатывать соответствующую доказательную базу для обращения в Европейский суд по правам человека и Международный криминальный суд. Мы также будем координировать правоохранительные органы Украины по Крыму. Это нацполиция, СБУ, прокуратура. По комплексному неотвратимому уголовному преследованию лиц, осуществивших это преступление и их руководителей. День похорон Веджия Кашка объявлен днем траура. В центральном офисе Меджлиса в Киеве, в оккупированном Крыму и в местах проживания крымских татар за пределами полуострова приспущены национальные флаги. О Веджии Кашка и о ее смерти говорят на международных площадках. Вчера об этом говорили наши представители Ахтем Чигос, в частности, сейчас прибывает в Копенгагене, в Дании, в рамках заседания постоянного комитета ПАРЭ, ПАСЭ, Совета Европы. Он встречался с политическим директором Министерства иностранных дел Дании, господин Туск, и во встрече с президентом Украины Порошенко они обсуждали эту тему. МИД Украины выразил протест в связи с очередной волной обысков и задержаний на полуострове, которые привели к смерти ветерана крымско-татарского национального движения Веджия Кашка. И призвал международных партнеров усилить давление на государство-агрессора, чтобы защитить жителей полуострова от целенаправленных издевательств и преследований со стороны Кремля и ускорить деоккупацию Крыма. Ольга Михалюкина, Сазанина, Оксана Апрышко, Ярослав Матеш, ЮЭй-ТВ. Четверо задержанных накануне крымско-татарских активистов проведут два месяца в СИЗО. Такое решение принял оккупационный суд Крыма, сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Бекир Дыгерменджи, Асан Чапух, Казим Аметов и Руслан Трубач пробудут под стражей до 15 января. Троих активистов российские силовики задержали в четверг в центре Симферополя. Одновременно с автобуса в Киев сняли Руслана Трубача. Всего задержали шестерых, двоих отпустили вчера. В домах крымских татар провели обыски, якобы обнаружили оружие, наркотики и экстремистские материалы. У него есть постоянное место жительства, он является инвалидом третьей группы, поэтому бежать некуда. Он добропорядочный гражданин, и поэтому мы просили избрать ему домашний арест, но, к сожалению, судья нас не услышал. Состояние, что его, что Асанага, потому что мы присутствовали еще там, немножечко, ну, хотелось бы видеть их получше, вот, но они не предоставили никакой медицинской помощи, вот, судья сказал, что это не в его компетенции. Ну, а, значит, наши конвоиры, они решили вызвать скорую, но, видимо, там, в такой это, и Бекер отказался. Пересечение админграницы между оккупированным Крымом и материковой Украиной. Оформление документов, доступ к образованию. Это одни из главных вопросов, с которыми обращаются украинцы аннексированного полуострова в представительство президента Украины в Крыму. За 100 дней получено 1200 обращений. Подробности в сюжете Оксаны Апрышко. Паспортизация – самый больной вопрос, с которым сталкиваются жители оккупированного Крыма на материковой части Украины. Решить его могут центры предоставления административных услуг недалеко от границы с полуостровом. Четыре новых ЦНАП заработают со средины следующего года возле контрольно-пропускных пунктов Каланчак и Чангар. Это выход для наших граждан из Крыма. Подразделения миграционной службы сейчас просто физически не в состоянии обслужить всех желающих, в частности в сфере паспортизации. Центры административных услуг должны удовлетворить огромнейший спрос жителей Крыма на настоящие документы, настоящее гражданство, на настоящую родину. Уже до конца года на админгранице с Крымом улучшится ситуация с безопасностью. Офис Главного управления нацполиции Украины по автономной республике Крым и Севастополе находится в 220 километрах от полуострова, в Одессе. Мы поставили вопрос перед руководством МВД Украины, чтобы передислоцировать его в Херсонскую область. Получили согласие. Надеюсь, Новый год регион встретит с новыми полицейскими, которые будут работать с тысячами крымчан, ежедневно пересекающих линию разграничения, спасаясь от репрессий для получения админустуб. Выпускники крымских школ могут учиться в украинских вузах. Там для них предусмотрены бюджетные места. Однако оккупационная власть полуострова препятствует распространению этой информации. Представительство президента Украины в Крыму обещает решить и этот вопрос. Усилят социальную рекламу и привлекут международные организации. Жителей Крыма призывают обращаться со своими проблемами на горячую линию представительства. Оксана Прыжко, Игорь Каркадым, UATV. О защите прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе, а также о процессе освобождения заложников говорим с Валерией Лутковской, уполномоченным Верховной Радой Украины по правам человека. Здравствуйте. Добрый вечер. Украинская сторона предлагает менять 306 человек на 76 украинских заложников. Как идет процесс этих переговоров и когда может состояться обмен? Хотела бы уточнить, но, к сожалению, 74 украинских заложника переговоры идут достаточно сложно. Сложно по разным причинам. По причине неготовности двух сторон к процессу обмена, по причине неготовности списков, по причине несогласованности некоторых вопросов и так далее. Вопросов возникает очень много. Но единственное, что могу сказать, это то, что мы делаем все возможное для того, чтобы ускорить этот процесс. А почему нельзя уменьшить количество, например, людей уже по уточненным спискам и провести хотя бы частично первый обмен? Вы себе не представляете, насколько были уменьшены списки. Потому что, во-первых, были люди, которые не хотели быть субъектами обмена. Они не хотели уезжать на неподконтрольную территорию. Когда об этом впервые заявила служба безопасности, естественно, слова были поставлены под вопрос. И, естественно, было определенного рода недоверие к этой информации. Поэтому была проведена так называемая верификация. То есть офис уполномоченного по правам человека, представители родственников из временно оккупированной территории, а также представители ОБСЕ проехали по 96 учреждениям на территории Украины и пообщались с каждым, кто заявил, что он не хочет быть переданным на неподконтрольную территорию. После этого списки уменьшились на количество тех лиц, которые отказались. После этого мы провели видеоконференцию с теми лицами, которые находятся под контролем государства, но находятся при этом на свободе. А сколько людей отказались? Это тоже интересно. Очень много. Я сейчас вам просто не назову конкретные цифры, но это где-то около сотни человек, которые сказали, что они не хотят быть переданными на неподконтрольную территорию. Кроме того, мы договорились о том, что, скажем так, люди, совершившие обычный криминал, не связанный с конфликтом, не подпадают под условия обмена. И, соответственно, надо было пересмотреть все обвинительные приговоры для того, чтобы понять, этот человек попадает или нет. Вот в случае, например, когда человек утащил ноутбук из машины, припаркованной в Выжгороде, должен ли он подпадать под обмен? С моей точки зрения, нет. И мы, соответственно, пересмотрели все фабулы обвинений и убрали оттуда всех тех людей, которые совершили обычный откровенный криминал, который точно не подпадает под условия обмена. По вашему прогнозу, когда может состояться обмен? Не в этом году? Я не буду ставить никакие даты, просто потому что, знаете, любая дата – это очередное издевательство над родственниками, которые ждут и которые верят в то, что их родные вернутся домой. Поэтому мы делаем все для того, чтобы ускорить обмен, но я не буду ставить конкретные даты. Есть какие-либо новые подробности о задержании Павла Гриба российскими правоохранителями? И реагирует ли на ваше заявление российский омбудсмен? Да, вы знаете, вчера вечером я получила письмо от российского омбудсмена в ответ на пять моих писем, которые я отправила относительно Павла Гриба. Но тут сразу должна сказать, что письма касались разных периодов. То есть первое было в августе относительно того, что парень пропал. И потом, как только мы получали дополнительную информацию, я ее добавляла к той информации, которая была у российского омбудсмена. Вот сейчас, наконец, 23 ноября я получила письмо, в котором Татьяна Николаевна рассказывает о том, что Павел содержится в следственном изоляторе под динамическим контролем со стороны врачей, что да, у него есть определенные заболевания, и он принимает лекарства в соответствии с назначениями врачей, и о том, что в октябре 2017 года у него была встреча с консулом Украины, во время которой он не высказывал жалоб на условия содержания и на условия оказания медицинской помощи. При этом, естественно, я получаю информацию в том числе и от отца Павла, и я понимаю, что информация у отца Павла немножко другая, поэтому я сейчас в ближайшее время хотела бы связаться с консулом Украины, который встречался с Павлом, уточнить, в каких условиях была встреча, присутствовала ли администрация во время этой встречи, потому что обычно люди, находящиеся под стражей, в присутствии администрации не жалуются. Жалуются тогда, когда встреча конфиденциальна. Поэтому я хотела бы уточнить условия встречи и узнать, нет ли какой-то дополнительной информации, и после этого буду снова просить коллегу о помощи. Какое количество жалоб вы получили от людей с оккупированных территорий Донбасса, с оккупированного Крыма? Достаточно много, потому что я продолжаю общаться разными путями с теми гражданами Украины, которые оказались и на территории оккупированного Крыма, и на территории Донбасса. У меня есть возможность получать заявление электронной почтой, на которую я стараюсь ответить, кроме тех случаев, когда это почта, на которую нельзя отправить письмо. И, кроме того, я в партнерстве с общественными организациями принимаю участие в работе горячих линий, которые работают для жителей неподконтрольной территории. И, соответственно, раз в неделю, у нас была такая практика, раз в неделю любой гражданин, находящийся на неподконтрольной территории, мог позвонить по горячей линии, точно зная, что там с другой стороны находится представитель уполномоченного. А насколько оперативно удается ответить на эти жалобы? Понимаете, все же зависит от того, какой вопрос стоит. В случае, если вопрос стоит относительно, скажем, какого-то нарушения обычных, ну, скажем, общечеловеческих прав, на которые можно повлиять, тогда мы стараемся это сделать максимально быстро. В случае, когда речь идет о системной проблеме, например, невыплата пенсии на неподконтрольной территории, к сожалению, это системная проблема. Проблема, о которой я говорю уже очень давно, потому что я не понимаю причин невыплат пенсии на неподконтрольной территории. Отсутствие механизма, придуманного государством, как выплатить пенсию, на которую человек имеет право, не является основанием для того, чтобы пенсии не платить и механизм не придумывать. Поэтому я как раз за то, чтобы пенсии платили. Но, к сожалению, это системная проблема, и решить этот вопрос быстро по одному звонку гражданина, к сожалению, не удается. Вы также получаете жалобы от вынужденно перемещенных лиц. Какие основные из них? Ой, вы знаете, тут как раз жалоб бывает очень много. Если их разделить на группы, то, наверное, первая группа – это дискриминация внутренне перемещенных лиц в связи с тем, что они могут получать и пенсионные выплаты, и социальные выплаты исключительно в одном банке определенным государством. Это не совсем удобно для переселенцев, потому что не всегда помещения Сбербанка предусмотрены для того, чтобы переселенцы могли прийти в таком количестве. Там душно, там нет стульев, за которыми просто можно посидеть, сидя, ожидая своей очереди. И очереди были просто страшными. Вы не представляете себе количество людей, которые уже в пять утра стояли под помещениями банков, например, в Волновахе, для того, чтобы пройти идентификацию и получить свою пенсию. Это жалобы на то, что человек не может получить или хотя бы какое-то временное жилье, хотя бы какую-то временную крышу над головой, потому что было время, когда даже частные санатории открывали свои двери для переселенцев. Но прошло время. Государство должно было осуществить какие-то определенные действия для того, чтобы этих людей расселить, предоставить им, ну скажем так, не частную, а государственную крышу над головой. К сожалению, это время прошло совершенно безуспешно со стороны государства, и частники начинают потихоньку все-таки выселять переселенцев из своей частной собственности. И я тут могу понять, с одной стороны, частного хозяина, а с другой стороны, я понимаю переселенцев, которые все-таки ожидали от государства помощи в их ситуации, в которой они оказались. Кроме того, есть еще жалобы, которые касаются тех людей, которые, да, действительно были переселенцами, но после того, как оказались в такой страшной ситуации конфликта, они понимают, что назад они не вернутся никогда, поэтому они решили зарегистрировать свое место проживания в другом месте. Например, путем покупки домика в Полтаве, в Полтавской области. К сожалению, как только они регистрируют там свое место проживания и отказываются от получения справки переселенца, они перестают получать пенсию, что совершенно не соответствует законодательству Украины, и поэтому приходится вмешиваться каждый раз и каждый раз обращать внимание соответствующих руководителей пенсионного фонда на то, что это является нарушением прав человека. О каком количестве жалоб идет речь? И если сравнить сегодняшнее количество жалоб с количеством жалоб в начале оккупации, уменьшилось ли оно? Нет, оно не уменьшается. К сожалению, это приблизительно одинаковое количество жалоб и приблизительно одинаковое количество проблем. Если раньше, скажем, жалоб было больше на невозможность найти жилье, невозможность найти работу, то сейчас большее количество жалоб приходит относительно приостановки или совсем прекращение выплаты пенсии. Но количество жалоб приблизительно одинаковое. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо, что сегодня дали нам эти комментарии. У нас в студии была Валерия Лутковская, уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека. Включить в итоговую декларацию положение относительно европейской перспективы Украины и позицию стран ЕС относительно миротворческой миссии на Донбассе. Таковы главные результаты для Киева на саммите Восточного партнерства. В то же время президент Петр Порошенко признался, не удалось реализовать все задуманное и призвал Европу стать более жесткой и более объединенной. Основное внимание на саммите уделили 20 основным целям в сферах экономики, управления, энергоэффективности и гражданского общества. Их планируют достичь до 2020 года. Подробности далее в специальном репортаже корреспондентов UATV. Месяцы переговоров и обсуждений не прошли безрезультатно. Евросоюз, а также Армения, Азербайджан, Беларусь, Молдова, Грузия и Украина подписали новую амбициозную декларацию Восточного партнерства. В ней лидеры ЕС поддержали как европейские устремления стран-партнеров, так и европейский выбор Украины. Документ приветствовал президент Петр Порошенко и подчеркнул, Киев свои обязательства выполняет. Теперь очередь Европы. Мы говорим о том, что не только Украина должна выполнять свои обязательства перед Евросоюзом, которые были взяты в рамках нашего сотрудничества, но и Евросоюз должен наконец выполнить свои обязательства перед Украиной. Это была наша аргументация, когда мы говорили о ратификации соглашений об ассоциации и когда постоянно откладывалось утверждение безвизового режима. Сейчас мы также требуем, чтобы было принято решение об общем авиационном пространстве. Оно не нуждается ни в каких дополнительных обсуждениях. Мяч находится на поле Европейского Союза. При этом европейские чиновники осторожны в своих заявлениях относительно членства Украины в ЕС. Отмечают прогресс страны в проведении реформ и хотели бы делать более амбициозные шаги навстречу. Но на данный момент главное – единство Евросоюза и партнеров. Сегодня мы приняли декларацию, которая стала компромиссом между всеми нами. Я бы хотел, чтобы декларация содержала более амбициозные цели, но мы все вместе решили, что на данный момент основной шаг – это демонстрация единства. Не обошли европейские лидеры вниманием и тему гибридных угроз, создаваемых агрессивными государствами. Еще перед началом саммита о намерении обсудить такие действия заявила британский премьер Тереза Мэй. Мы должны быть бдительными касательно действий враждебных стран, таких как Россия, которые угрожают потенциальному развитию восточноевропейского добрососедства и которые пытаются подорвать нашу общность и коллективную мощь. На Донбассе неспокойно. Семь раз с начала суток боевики нарушили перемирие. На Луганском направлении защитника в Новолуганского обстреливали из БМП гранатометов и стрелкового оружия. На Светлодарской дуге украинские военные попали под огонь из легкого пехотного вооружения возле Луганского. Неспокойно было и на Донецком направлении. На Донецком направлении из гранатометов оккупанты стреляли возле Гнутова из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Верхнеторецкого. Пехотное вооружение враг применил в пригороде Марьинки. Также в этом районе наших защитников обстреливал снайпер. На подступах к Каменке боевики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дефицита ракет для систем залпового огня нет. Боеприпасы производятся на украинских заводах. Об этом заявил секретарь СНБУ Александр Турчинов. Сейчас Украина имеет замкнутый цикл производства боеприпасов. Об особенностях нового ракетного комплекса в материале Андрея Яковина. В следующем году Украина начнет серийное производство корпусов для ракет залпового реактивного огня, заявляет в Совете национальной безопасности и обороны. На столичном заводе Артема презентовали новую технологическую линию. Уникальность оборудования заключается в том, что мы можем из сверхпрочных сплавов производить детали для наших ракет. То есть фактически это корпус ракеты, который обеспечит ее эффективное использование. Технологическую линейку оборудования заказали в Турции. Там она прошла испытания и только после всех этапов тестирования была привезена в Украину. Сейчас этап пуска наладочных работ. Президент компании Артем Антон Карпенко объясняет принцип работы нового оборудования. Вы ставите сюда короткую заготовку и после того, как ролики по ней проходят, у вас получается длинная труба длиной, скажем, 2500 мм. На начальном этапе заготовки для ракетных корпусов будут доставлять на завод Артема исключительно украинские производители. Их металл соответствует международным военным стандартам. Технология уникальна тем, что корпус двигателя не сварной, как в советских ракетах. Он изготавливается за один проход, быстро, с формированием всех поверхностей, необходимых, без нарушения структуры металла. Выкатка одного корпуса для ракеты занимает 18 минут. Вся остальная информация засекречена. Андрей Яковин, Ярослав Матяш, ЮАИ-ТВ. Информацию о якобы заминировании шести украинских аэропортов киевского метрополитена и государственного предприятия Антонов проверяют в данные минуты полицейские. Об этом сообщил пресс-секретарь нацполиции. По его словам, о возможной эвакуации пока речь не идет. Украинские авиадиспетчеры теперь будут обучаться на новом современном тренажере. С его помощью можно отрабатывать внештатные ситуации в условиях, приближенных к реальным. Новую машину испытывала Алена Клюску. Сейчас мы полностью здесь увидим карту Украины со всеми пролетающими над ней самолетами. А сейчас мы приблизимся к двум взлетно-посадочным полосам аэропорта Борисполь. Вот они. Такими вот зелеными линиями диспетчер выстраивает пилоту траекторию движения и траекторию посадки. Александр Алексеевич за таким тренажером впервые, хотя работает диспетчером 40 лет. Рассказывает, на этой машине можно смоделировать разные внештатные ситуации. Отказ двигателя у самолета, разгерметизация салона или же аномальные погодные условия. До этого диспетчеры тренировались на тренажерах устаревшей системы. Это было неэффективно, рассказывает директор Украина Руха Дмитрий Бабичук. Теперь смогут обучаться по европейским стандартам. Это фактически реальная система. Он установлен на том же оборудовании и имеет тот же программный продукт. Система коммуникации. Он полностью идентичен аппарату в реальном диспетчерском центре. Это стандарт евроконтроля, еврокомиссии. Мы моделируем внештатные ситуации, чтобы наши диспетчеры знали, что делать в случае их возникновения. Чтобы украинское небо было самым безопасным. Около 4 миллионов евро выделил Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк на новый тренажер. На нем смогут заниматься 12 диспетчеров. Алена Клеско, Дмитрий Гришко, ЮЭй ТВ. Отапливать дом с помощью ветра и не платить за горячую воду. Десятиклассница придумала, как трансформировать энергию ветрогенератора в тепловую. В следующем сюжете расскажем о разработках и необычных ноу-хау, которые воплощают в жизнь юные украинцы. Стать владельцем железной дороги – мечта почти каждого мальчишки. Александр свою изготовил собственноручно. Въезд в тоннель, грузовые вагоны и машина – ждущая сигнала светофора. Макет создал не для забавы, а в виде наглядного пособия для будущих машинистов поездов, обучающихся в лицее. Макет железнодорожного пути с автоматизированной системой звуковых и световых сигналов. Я создал его для того, чтобы использовать на практических занятиях по правилам технологической эксплуатации и дорожного движения. Ветротепловая установка на вихревых потоках. Анастасия придумала, как трансформировать энергию, вырабатываемую ветрогенератором в тепловую. Таким образом можно отапливать дом и всегда иметь в крайне горячую воду бесплатно. Мы предлагаем использовать сосуд, который состоит из проводниковых материалов. Дно медное, боковая сторона латунная, в середине крыльчатка, которая будет закачивать воду через два патрубка. Внутри спираль, по которой будет проходить и нагреваться вода. Подобная система, уверена Виктория, прекрасная альтернатива дорогому газу, углю и дровам. Своё изобретение десятиклассница из Ровна собирается запатентовать в ближайшее время. Нежное снаружи, несокрушимое внутри. Фильм об участии украинских женщин в войне против российской агрессии презентовали в Киеве. Документальная лента под названием «Невидимый батальон» рассказывает истории шести девушек-добровольцев. Съёмки проходили в полевых условиях, прямо на передовой. «Невидимый батальон» покажут в США, Канаде и европейских странах. Ведутся переговоры о его показе в американском конгрессе. Премьера прошла при полном отшлаге. Люди смотрели фильм, сидя в проходах зала. Среди гостей были общественные активисты, политики и дипломаты. Это три режиссёра, шесть героинь, то есть девять женских взглядов на войну. Это фильм в память о тех, кто погиб и покалечился на этой войне. Также это наше мирное оружие в информационном противостоянии. Мы хотим всему миру напомнить, что у нас не гражданская война, а полноценная российская оккупация. Волонтёры действительно пошли на фронт, притом заняли боевые специальности. Мы поняли, что единственное, чем мы действительно можем помочь, это просто быть и стать с ними рядом с оружием в руках. То есть это не единичный случай, у нас действительно много, в том числе и девчонок. И с 7 декабря в прокат выходит художественный фильм «Киборги». Это работа украинского режиссёра Ахтемаси Таблаева о защитниках Донецкого аэропорта. У каждого героя фильма есть реальный прототип. Сценарий Наталья Ворожбит писала в тесном сотрудничестве с воинами, которые 242 дня одержали оборону объекта. Лента, говорят создатели, не о войне, а о современных героях, которые создают новейшую историю Украины. Творцы киноленты намерены часть выручки от проката фильма перечислять семьям погибших киборгов. Фильм не о войне. Наш фильм о мире, который рождается посреди этой войны. И поэтому у нас много напряжённых диалогов о том, что, собственно, мы защищаем, какую страну мы защищаем, в какой стране мы хотим жить. Хедлайнер этих мыслей, молодой человек. Для меня это большая надежда. Потому что я имею честь знать таких людей, которые с оружием в руках, или будучи волонтёрами, медиками, там, на фронте, имея хорошее образование, имеют чёткое представление, в какой стране они хотят жить. И самое главное, они хотят участвовать в строительстве такого государства. Паралимпийцы с ракеткой в руке. Чемпиона по настальному теннису Виктора Дидуха изобразили на памятной монете в честь 25-летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На Аверсе общее количество наград украинской сборной. 41 золотая медаль, 37 серебряных и 39 бронзовых. В Рио-де-Жанейро Украину представляли 172 спортсмена. Сборная на третьей строчке в общем медальном зачёте с рекордным количеством наград. Установили 109 рекордов в плавании, лёгкой атлетике и пауэрлифтинге. Монету презентовал Национальный банк Украины. Её номинал 2 гривни, тираж 35 тысяч штук. Эта монета значит много не только для меня, но и для моей команды. Мы действительно были командой, начиная от Валерия Михайловича Сушкевича и заканчивая менеджерами, людьми, которые ремонтировали протезы, тренерами. Мы гордимся достижением наших спортсменов. Национальный банк всегда поддерживал олимпийское и паралимпийское движение. Эти достижения чеканены в монете впервые в истории. Пять золотых медалей, два серебра и одна бронза. Столько пловец Алексей Федина принёс в копилку Украины на паралимпийских играх в Пекине, Лондоне и Рио. После перенесённого заболевания в 16 лет парень начал терять зрение. Однако спорт, которым живёт с 9 лет, не бросил. Говорит, напротив, появилась дополнительная мотивация к победе. Сегодня он не только готовится покорять новые вершины, но и учит плавать людей с подобными проблемами. На тренировки у знаменитого паралимпийца побывала Тамара Каноненко. Не старайся сидеть, старайся качественнее сделать. Старайся просто раскладку ножки, старайся работать, чтобы были прессинки себе у головы. Какие-то ножки, всё. Именитого пловца-паралимпийца Алексея Федину обычно все привыкли видеть в бассейне в воде. Он известен своим упорством и трудолюбием, тренируясь шесть раз в неделю по несколько часов. Но многие ещё не знают, что многократный паралимпийский чемпион уже примеряет на себя роль наставника, тренирует взрослых и детей с нарушением зрения. Я всё-таки в этой среде вырос. Я в сборной паралимпийской. И я вижу, как спортсмены и в быту себя ведут, и на дорожке себя ведут. Я знаю их возможности. Очень много информации, которая есть в голове. Мне очень хочется ею поделиться. А с незрячими детками лучше меня, наверное, никто не справится. Я знаю эту проблематику изнутри. Сейчас в бассейне девочки старшего школьного возраста. Особенно радуют тренировки с именитым учителем, одиннадцатиклассницу Таню. Мне очень нравится спорт. Это гимнастика и плавание. У меня вообще с детства была мечта заниматься либо гимнастикой, либо плаванием. Гимнастикой я чуть-чуть занималась в школе, а плаванием, к сожалению, мне не удавалось заниматься. Я просто иногда ходила в бассейн. И когда мы ездили на море с родителями, с семьёй, меня просто нельзя было вытащить с воды. Своих подопечных Алексей учит не только плавать. Он – пример сильного духом человека, который ставит перед собой цели и достигает их, несмотря ни на что. Поэтому, когда родилась идея регулярных занятий в бассейне, выбор наставника был очевиден, говорят организаторы. Дети, как губки, впитывают всю информацию. По сути, мы стараемся приглашать специалистов, мы стараемся приглашать самых лучших людей, для того, чтобы они делились с лучшими. К сожалению, статистика незирающих растёт количество, и надо людей чем-то занимать, чтобы они не депрессировали, а развивались, и шли к какой-то цели. И спорт в этом, спорт, реабилитация, это очень в этом плане очень сильно помогает. Алексей Федына признаётся, давно мечтает стать тренером, но осуществить задуманное только, когда уйдёт из спорта. А это случится не скоро, ведь пока покорил ещё не все вершины. В планах пополнить коллекцию завоёванных медалей на чемпионате Европы в 2018-м в Глазго и летней Паралимпиаде в 2020-м в Токио. Тамара Каноненко, Евгений Сакун, ЮЭй-ТВ. Спасибо, что смотрите, спасибо, что вам интересно, Украина. Оставайтесь с ЮЭй-ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!